Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня поговорим о деньгах. Мы поговорим о бизнесе. Мы поговорим о том, как спиральная динамика может помочь. Буквально в прошлом году, или даже, по-моему, еще раньше на пире, который был пару лет назад, Марк Кукушкин, озвучивая современные тренды в подходах, которые помогают для бизнеса, сказал, что спиральная динамика де-факто является одним из языков предпринимателей, анализирующих свой бизнес, анализирующих те усилия, которые прилагаются. С помощью спиральной динамики люди выстраивают взаимосвязи с своими клиентами. С помощью спиральной динамики люди выравнивают, оптимизируют, налаживают, гармонизируют качество корпоративной культуры и состыковывают две вещи, которые довольно часто бывают противоречивыми. Стратегию и культуру, внутренние ценности людей, работающих вместе и те процессы, которые они налаживают для того, чтобы продукт, услуга, товар в бизнесе стал реально успешным и находил свою нишу, находил своего покупателя. К этому спиральная динамика шла долгим путем. Буквально еще вот когда я начинал, то есть в 2008-2009 году, мало кто это знал, но сейчас уже много, кто можно услышать, люди разговаривают на цветном языке, и это помогает понять быстрее, короче, сэкономить время, сэкономить усилия. И это позволяет выстроить концептуальную картину того, как ваше время превращается в деньги и как ваши усилия превращаются в пользу, которую встречают клиенты и которая в итоге становится взаимной выгодой для большого количества людей. Спиральная динамика может в этом помочь, и каким образом она это делает, мы с вами сегодня поговорим. Я подготовил презентацию. Спиральная динамика, мы назвали эту тему сегодня, спиральная динамика – лекарство для бизнеса. IntegralSparrel.com – это сайт, на котором описана некая существенно серьезная программа, овладев которой, вы сможете видеть, как работают ценности. Вы сможете понять, как включаются у людей источники энергии. Потому что ценности, то, что мы называем ценностями, это и есть источники энергии. Люди ничего не покупают и не продают, не работают, не встают с дивана, не предпринимают никаких усилий, если их ценности не задействованы в том, что они делают. Ценности – это то, что мы считаем важным, то, что считают важным ваши сотрудники, ваши коллеги, ваши партнеры и ваши клиенты. И в некотором смысле спиральная динамика является наукой о том, как выстроено у людей вот это самое важное. Как важное то, что люди считают для себя важным и ценным, эволюционирует. Как люди наделяют ценностью взаимодействия внутри компании, и как люди наделяют ценностью те продукты, товары и услуги, которые им оказываются нужны и которые вы им упаковываете и доставляете. Поэтому, зная о том, что люди считают важным, вы по-настоящему можете выстроить взаимовыгодное партнерство, сотрудничество и сделать так, чтобы люди были довольны и счастливы, возвращались и возвращались снова за вашими продуктами. Что мы сегодня сделаем? Мы постараемся за час вместе с вами понять, как оздоровить коммерческую организацию. Это продиктовано темой нашей сегодняшней встречи – лекарства для бизнеса. Бизнес бывает чихает, бывает, что в бизнесе накапливаются какие-то трудности. Как увидеть эти трудности и как с ними справиться – об этом наш сегодняшний разговор. для кого это может быть полезно? Конечно, это может быть полезно, если у вас есть бизнес, если вы являетесь собственником и владельцем. Это может быть полезно, если вы влияете на бизнес, если вы консультируете бизнес, если у вас спрашивают совета, Если вы являетесь человеком, который помогает собственникам, помогает компании достигать своих целей. Соответственно, вот если вы консультируете, пожалуйста, это для вас. Соответственно, если вы влияете на бизнес, влиять на бизнес можно, находясь в составе совета акционеров. То есть любые способы, при помощи которых вы можете вызвать, спровоцировать, создать изменения. Если вы только готовитесь открыть свое дело, для вас бывает по-настоящему ценным иметь смелость, иметь инструмент, при помощи которого можно заглянуть вперед. Можно увидеть заранее те ошибки, которые довольно часто люди делают, открывая свой бизнес. И подготовиться, и обеспечить так, чтобы культура и структура в вашей компании никогда не конфликтовались друг с другом, не мешали друг другу разворачиваться. Это может быть полезно для тех, кто вообще заботится о качестве. То есть так или иначе, если вы хотите, чтобы вам нравилось то, что вы делаете. Чтобы люди, которые встречают ваши продукты, говорили, вау, вот это здорово, вот это ценно. Я везде искал, нашел у вас. И для того, чтобы срезонировать с людскими представлениями о том, что они считают по-настоящему качественным, тоже нужно знать, как работают ценности, как они эволюционируют, как они меняются. И если вы стремитесь, скажем, у вас уже есть некие бизнес-процессы, у вас есть налаженный механизм, но вы видите, вы чувствуете, что здесь можно что-то изменить. Можно настроить так, чтобы работала быстрее, качественнее, производительность, чтобы выросла, чтобы вовлеченность у людей выросла, чтобы люди по-настоящему любили продукты, результат своего труда. И чтобы чувствовали, что деньги, которые они зарабатывают, они действительно, во-первых, и заработаны, и то, что усилия потрачены, и результаты получены, и сделано это достаточно эффективно. Если ваше устремление направлено на рост эффективности, спиральная динамика поможет вам увидеть то, что вы не видели раньше. Так говорят наши клиенты, это часто звучит в отзывах о результатах нашей работы, и когда вы станете участником наших образовательных программ IntegralSpiral.com, вы сами нам это скажете. Мы вполне амбициозно, но очень уверенно это заявляем, потому что это происходит из года в год, из одной нашей программы в другую. Мы никогда, надеемся, к этому не привыкнем, потому что всякий раз такого рода отзывы очень радуют, и это совершенно замечательное ощущение – помогать людям заботиться о том, чтобы их благосостояние росло. У бизнеса бывают болячки, и я буду рад, если вы напишите об этом. То есть прямо сейчас, если вы смотрите это видео в прямом эфире, есть возможность в комментариях, в Телеграме написать о том, какие вы знаете трудности, через которые бизнесу приходится продираться. Если вы сами с этим сталкивались, если у вас есть видение того, что вам мешает, но что могло бы измениться, и тогда дела пошли бы на лад. Что бы могло измениться в вас, как в собственнике, или в сотруднике, или в менеджере. Что бы могло измениться в ваших коллегах, что бы вы хотели, чтобы изменилось. Что бы могло измениться в продукте, в товаре и услуге, которые вы делаете. Что бы могло измениться в вашем взаимодействии внутри компании. Что бы могло измениться в клиентах, в их отношении к вам, в их отношении к вашему продукту. Если вы занимаетесь таким денежным делом, бизнесом, то наверняка у вас есть, и это нормально, определенное недовольство тем, как разворачиваются дела, и вы бы хотели это улучшить. Возможно, именно это привело вас на нашу встречу. Поделитесь, подумайте сейчас просто о том, чем бы вы хотели усовершенствовать ваш бизнес. Это станет основой для нашей всей предстоящей беседы. Возможно, вы сможете увидеть что-то, что вам действительно окажется полезным именно в этой встрече, именно за этот час. Какие у бизнеса бывают болячки? Я их вот тут написал, по нашему представлению. И написал я их немного в такой юмористическом ключе. Мы их вместе с командой постарались выписать. И они здесь приведены так, как если бы бизнес был похож на человека, как если бы, например, первый пункт – слепота. То есть у людей бывают нарушения зрения. Мы говорим, что все человеческие системы фрактально подобны. Мы говорим, что эволюция организаций, эволюция семей, мы об этом недавно делали эфир, эволюция человека индивидуального, эволюция города, страны, человечества в целом, словно бы повторяет некие общие мотивы. И мы все даем личные ответы на вечные вопросы. И ваш бизнес, ваше дело точно так же, как человек. И это может быть, кстати, одним из первых открытий или идей, или точек зрения, которое может привести вас к интересным выводам. Поэтому посмотрите на свою организацию, как на человека. Чем она хворает? Какие у нее есть особенности, индивидуальные особенности? Если касаться каждого из этих пунктов последовательно, то люди иногда действительно не видят что-то. Мы не видим возможности, мы не считаем каких-то людей, групп людей своими клиентами. Один из участников нашей программы сказал, что я смог построить, переупаковать заново свой продукт, и я расширил свою целевую аудиторию, потому что были люди, которых я не считал своей целевой аудиторией. Лекарство от слепоты – это то, что приносит с собой спиральная динамика. Иногда это звучит именно так. То есть это тоже реальный отзыв человека. Я получил лекарство от слепоты, существование которой не предполагало, сказала одна замечательная дама. Поэтому бизнес бывает слеп и к внутренним каким-то аспектам, мы называем это замыленностью взгляда, и к внешним направлениям, которые могли бы принести что-то по-настоящему ценное. Бизнес, как человеческая система, может ощущать некую внутреннюю тревожность из-за высокой конкуренции, из-за того, что мы все время сравниваем свой продукт с другими. И да, и наши покупатели тоже сравнивают наши клиенты, нас с другими компаниями. Поэтому ощущается так, что вот, а может быть мы где-то недоработали, может быть иногда это имеет реальное основание, а иногда это просто некая хроническая тревожность, с которой бы хорошо было бы справиться. Если вы это ощущаете, если вам это знакомо, пожалуйста, напишите об этом. Очень важна обратная связь. Испытывает ли ваш бизнес тревожность, беспокойство о завтрашнем дне, беспокойство о том, что есть что-то недоделанное, и насколько это беспокойство имеет реальное основание, или это хроническая неуверенность и что-то такое, с чем действительно имел бы смысл справиться. Под бессонницей я имею в виду трудоголизм. Собственники бизнеса, особенно в самом начале, чрезвычайно требовательны к себе, они работают до изнурения, до изнеможения и заставляют так работать других. И это тоже одна из ключевых проблем, которые мы постоянно встречаем, от которой накапливается усталость, которая не приводит на самом деле к хорошим решениям, которая усугубляет массу самых разных сложившихся ситуаций. И работать больше довольно часто не является ответом на вопрос о том, как справиться с трудностями. Работать более качественно, более эффективно, да, работать больше нет. Внешние угрозы как для человека представляют некую проблему, так и для бизнеса. И это снова про конкуренцию, это снова про то, что, скажем, мы довольно часто работаем в режиме, как вот сегодня была одна из встреч с нашими клиентами, и сказали, что мы работаем в условии, как он сказал, завышенной урегулированности. То есть, внимание самого разного рода органов, налоговых, государственных, проверочных, пожарных, санитарных, каких угодно, к бизнесу бывает исключительно пристальное. И не всегда с этим можно что-то поделать, но можно изменить к этому отношение, и можно подложить соломки, можно подстраховаться, можно выстроить некую внутреннюю систему реагирования на внешние угрозы. И в спиральной динамике есть в одной из стадий способ, как к этому можно подойти. Заворот кишок – это заворот бизнес-процессов. Когда бизнес-процессы не описаны вовсе, их словно бы не существует. Люди просто что-то делают, и иногда делают дважды одно и то же, иногда повторяют, иногда недостаточно делают то, что следовало бы сделать. Как только вы начинаете описывать бизнес-процессы, превращать их в инструкции, должностные инструкции, в скрипты, в правила, то вы видите, насколько их много бывает, и как бывает совершенно не выстроено взаимодействие между службами, и взаимодействие между разными источниками, приемниками результатов в бизнес-процессе. Поэтому это крайне сложная задача, и находить возможность их визуализировать – это хороший, интересный вариант ответа на то, как избавиться от проблемы с перерегулируемостью бизнес-процесса. Пониженный пульс – вот есть разные моменты. Есть пониженный пульс, есть повышенное давление. У бизнеса, как у человека, бывают проблемы с кровоснабжением. Под кровоснабжением можно понимать все, что угодно. И денежные потоки, и потоки информации, и вовлеченность человеческую в те заботы, которые каждый день возникают. Когда мы начинали работать с одной из компаний, они описывали свой внутренний климат, как руководитель говорит. То есть я иду по отделу, и я вижу, что люди прячутся от меня за мониторами. И я знаю, что происходит, я знаю, почему это происходит, потому что прямо сейчас человек не хочет контакта со мной, не хочет повышенного внимания, он хочет продолжать вариться в этом своем бульоне, который он сам для себя придумал, он не хочет взаимодействовать, и это еще означает, что у него заниженная вовлеченность, и ему вот это все то, что происходит, он ждет пятницы, как вот в интернете часто рисуют, люди ждут на работе пятницы, и это такой вот пониженный пульс. Повышенное давление можно интерпретировать, как никакую агрессию, которая возникает в конфликтах между сотрудниками, которые возникают в конфликтах между руководителями и подчиненными, которые мы считаем иногда неизбежностью, что с людьми так иначе поступать нельзя, что пока кулаком не стукнешь, никто не шевелится, ну вот они и прячутся за мониторами, и тогда повышенное давление на сотрудников, это вызывает пониженную вовлеченность в итоге, ну потому что уже наплевать, все равно она орет, ничего толкового с этого не получится. Повышенный вес у бизнеса, как у человека, можно интерпретировать, как историю, связанную с неспособностью справиться с обилием задач, как восприятие сложившей ситуации, как катастрофической, как тотальный пессимизм и апатия, которая возникает иногда в коммерческих организациях и приводит к ощущению того, что мы ничего сделать здесь не можем. Эта огромная махина никогда не изменится. И подобного рода убеждения можно часто услышать, наверняка, если вы работали внутри организации или находятся люди, которые это озвучивают. И это тоже некая трудность, с которой можно постараться разобраться, занимаясь качеством корпоративной культуры. Потеря воли к жизни, а пошло оно все, если вы это слышали, тоже, пожалуйста, напишите об этом. Да пусть оно валится все к чертям. И иногда даже у собственников такие настроения возникают. И люди пытаются с этим справляться самыми разными способами, ведущими к зависимостям. И это трудно, и это сложно. И довольно часто, когда именно от этого находится лекарство, именно возврат воли к жизни с новыми ли сотрудниками, с уже имеющимися сотрудниками, позволяет увидеть ситуацию с совершенно новой стороны. И спиральная динамика для многих, и люди нам пишут и говорят об этом, является неким удивительным, особым способом поверить заново в то, что я делаю. И найти источник энергии, который позволит посмотреть на всю сложившую ситуацию и справиться с ней, даже если у нее повышенный вес. Про раздвоение культуры и структуры, про вот такое вот диссоциативное расстройство мы с вами отдельно на отдельном слайде поговорим. Сейчас вот не хочется на этом заостряться, но это, да, это одна из самых серьезных проблем. То есть мы интеллектуально, разумно пытаемся выстраивать бизнес-процессы, выстраивать структуру, никак при этом не заботясь о культуре, в которой эти бизнес-процессы будут действовать. И болезни роста, это тоже как у человека, если вы хотите открыть новый филиал, если вы хотите масштабироваться, то иногда кажется очень просто взять и просто сдублировать те же самые процессы, но в итоге это никогда не удается сделать буквально, потому что растущая человеческая система обретает совершенно новые свойства. и мы, двигаясь от стадии к стадии спиральной динамики, мы всякий раз наблюдаем, что возникает совершенно новое качество и при этом новые проблемы, которых не было на предыдущей стадии, но на следующей стадии вот они тут как тут. Вот как вам такого рода способ думать о бизнесе, как о человеке? Если откликается ли у вас с теми наблюдениями, которые вы ведете в коммерческих организациях, пожалуйста, расскажите об этом. Как вам вообще сама по себе идея, если вы думаете о своем бизнесе или о том бизнесе, на который вы консультируете или на который оказываете влияние? Как о человеке? На кого бы он был похож? И какие из этих трудностей у этого бизнеса имеют место? Подумайте о той компании, которую вы уже знаете. Например, подумайте о банке, с которым вы взаимодействуете. Есть ли у этого банка повышенный вес? Если встречаете ли вы в сотрудниках этого банка волю к жизни? Ощущаете ли вы в людях, с которым вы взаимодействуете, усталость от постоянной бессонницы, потому что их здесь выжимают, из них выжимают соки? И люди не чувствуют, просто они потеряли причину, следственную связь, чем они здесь занимаются. И иногда, когда вы взаимодействуете как клиент с каким-то бизнесом, вы отчетливо видите слепоту у этих людей. Вы понимаете, что они не видят, не хотят видеть, отказываются видеть вашу проблему, с которой вы к ним пришли. И тогда вы начинаете понимать, что слепота, как некая метафора того, что происходит с тем бизнесом, с которым вы взаимодействуете, для них совершенно реально, но они ее отказываются замечать и не готовы замечать. Если у вас отклик с тем, о чем мы с вами сейчас говорим, пожалуйста, отметьте это. Я буду рад тому, как вам такой вообще взгляд, насколько вы видите в нем ценность. Поговорим про объективное и субъективное. Вот эту картинку я довольно долго использовал в презентациях о спиральной динамике. Двое мужчин совершенно разного телосложения и прошедших некий разный путь в физическом таком самосовершенствовании, пытаются, наверное, в сравнении показать, насколько они разные. Иногда мне эта картинка напоминает ту вопиющую совершенно разницу, которая есть в практически каждом бизнесе, который существует сейчас. Это разница между культурой и структурой, между объективными сторонами, которым мы уделяем массу внимания, которые у нас, как на стероидах, пытаются решить все проблемы. То есть для того, чтобы решить проблемы, нужно узнать о бизнес-процессах, их классифицировать, их описать, их оптимизировать. Нужно выработать новые инструкции, нужно написать о том, как мы взаимодействуем с клиентом, нужно задать как можно более точный скрипт для человека, который взаимодействует с клиентом по телефону. И тогда, тогда все будет очень хорошо. И структурой, объективной стороной жизни мы занимаемся очень плотно. А культурой мы даже не знаем, как к ней подойти. Мы не знаем, как этим заняться. Мы не знаем, с помощью чего измерить качество корпоративной культуры. И тогда, по всем известной фразе Питера Друкера, одного из самых маститых консультантов, бизнес-консультантов в мире, культура ест стратегию на завтрак. Трудно себе представить, что один из этих мужчин буквально ест другого. И не надо, наверное, это делать. Но культура действительно расправляется со структурой, хотя выглядит она вот так в наших глазах. Мы в основном занимаемся структурой, мы в основном занимаемся объективной стороной бизнеса. Деньги, эффективность, результативность, качество продукта. А то, кто делает качество этого продукта, кто занимается, кто непосредственно взаимодействует с клиентом, как эти люди взаимодействуют друг с другом, мы напишем для них инструкции, и они будут все правильно делать. Не будут. Вы просчитали, вы все сделали, у вас есть идеальный план, вы построили качественно, вы сели в офисе на стратегическую сессию, три дня, четыре дня, вы все рассчитали. И у вас теперь будет KPI. Вы принесли это в коллектив, и коллектив скушал ваш KPI и даже не поморщился. И это бывает совершенно парадоксально, и это часто происходит. Поэтому в интегральном подходе, в интегральной спиральной динамике IntegralSpiral.com мы говорим о том, как важно балансировать, как важно видеть ценность и в культуре, и в структуре. Потому что бывает наоборот, бывает культура превышает структуру, и тогда это тоже не больно хорошо, и тоже не больно эффективно. И если мы создаем среду, при которой у нас существует забота и о том, что происходит в субъективной, внутренней, чувственной, эмоциональной стороне сотрудников, клиентов, партнеров, собственников, и в стороне объективной, тогда наша птица нашего бизнеса двумя одинаково сильными крылами летит далеко и быстро. И никак не наоборот. Раньше, по сути, у нас не было у людей, не было инструмента, с помощью которых можно было бы заняться качеством корпоративной культуры. Спиральная динамика буквально дает отчетливое представление о том, из чего эта культура состоит. Она неоднородна. Она состоит из нескольких слоев. Точно так же, как если бы вы относились к бизнесу как к лечению, к терапии вашего бизнеса, как к терапии человека, то вам бы надо знать было, из чего состоит человеческое тело, что, собственно, там внутри расположено. Внутри корпоративной культуры в контексте спиральной динамики мы видим несколько многослойностей и каждая из этих стадий имеет смысл уделять внимание. И именно с этим связана практика спиральной динамики, которую вы сможете овладеть, которую вы сможете применять, когда вы внимательно и качественно погружаетесь в эту тему. Люди, которые проходят наше обучение, могут начать взаимодействовать с компаниями и делают они это, как правило, с самого начала, то есть буквально с бежевого, и делают там массу удивительных открытий, исправить которых можно, как правило, очень легко и быстро. Характерный пример, который я люблю рассказывать, в одной из крупных компаний, с которой мы работаем, и там была история, что люди привыкли к тому, что они перешагивают через разодранный линолеум, ну и просто перешагиваем, перешагиваем, не замечаем его. И когда мы специально сакцентировали их внимание, и люди увидели, да, вот у нас есть этот линолеум, начальник воспринял это как пощечину, то есть как, почему вы мне не сказали, почему вы консультантам об этом говорите, как будто он сам ежедневно через этот линолеум не перешагивает. И его исправили в один день, и это стало первым результатом, сообщившим людям о том, что здесь у нас идут изменения. И создать для людей ситуацию, при которой мы есть чем дышать, на бежевом, есть что кушать, есть что пить, есть какая-то элементарная эргономика рабочего места. И эта история становится базисом, основанием, на которое разворачивается все остальное. И это я вам привожу в пример того, как мы подходим к работе с корпоративной культурой в контексте спиральной динамики, потому что там таких слоев аж 8 штук. Не всегда их нужно рассматривать все, особенно самые последние. Но самые первые формы, человечности, которые присутствуют в каждой корпоративной культуре, их имеет смысл оптимизировать, наладить, выстроить, позаботиться о них. И с помощью спиральной динамики становится заметно, на что конкретно имеет смысл обратить в свойствах корпоративной культуры, чтобы она не расправлялась. Вот здесь кажется, что вот этот очень сильный, потому что мы ему столько обратили, столько внимания ему уделили. А вот этот вот товарищ взял его и заборол, потому что мы его недооценивали. Не надо недооценивать внутреннюю культуру в компании. Какая у нас есть для вас эволюционная аптека? То есть, что именно мы можем предложить в контексте способов, которым можно справиться с трудностями, применяя спиральную динамику. Некоторые из этих способов применяли мы сами в своей работе с клиентами, некоторые из этих способов применяли наши ученики. Я постараюсь вам об этом рассказать. Задавайте вопросы и делитесь своими способами, если у вас есть что в этом контексте нам помочь рассказать, чем есть возможность поделиться. Итак, спиральная динамика помогает, и об этом можно явно и двусмысленно говорить. Спиральная динамика помогает увеличивать доход. Спиральная динамика помогла увеличить мой доход. Это правда. Я занимаюсь этой темой давно, и когда-то было время, когда спиральная динамика не приносила лично мне ничего. Сейчас это один из источников моих доходов, но я в этом случае плохой пример. Просто потому, что нужно говорить о том, как спиральная динамика помогает коммерсантам. у нас на курсе училилось много людей, которые имеют свой бизнес, и с помощью идей, которые возникали на обучении, они создавали новые продукты. Например, новые игры, которые создает одна из наших участниц. Она создает такие карточные с кубиками игры, и с помощью спиральной динамики она создала несколько новых игр. С помощью спиральной динамики люди понимают, как им общаться со своими клиентами и партнерами, на каком языке с ними разговаривать. Потому, что довольно часто нас не понимают, потому, что мы говорим на привычном для нас языке, мы преломляем наше сообщение через язык своих ценностей, но если вы разговариваете с ними, со своим клиентом, вас элементарно не слышат, не понимают. И на курсе мы учимся говорить на красном языке, на синем языке, на зеленом языке, на оранжевом. То есть, когда вы переосмысляете, буквально одно из упражнений у нас на курсе, как переупаковать свойства товаров и услуг так, чтобы они были понятны именно целевой аудитории с набором ценностей в контексте синего, в контексте красного и так далее. И это напрямую приводит к тому, что люди яснее, четче понимают то, что вы хотите им сообщить, и у вас увеличивается доход. Но доход может не только увеличиваться, доход может меняться в обе стороны, но это может вас совершенно замечательно устраивать. Такие тоже случаи были. В некотором смысле мы работаем напрямую с удовлетворенностью людей жизнью. Если вы начинаете видеть, что ваши усилия по именно этому выбранному вами способу зарабатывания денег являются неоптимальными, нежелательными, и они не приносят вам счастья, вы начинаете делать что-то другое. Одна из моих знакомых, то есть у нее была история такая, что она занималась и коучингом, и тренерством, или еще чем-то. И когда она с помощью спиральной динамики увидела что-то, что может выглядеть ее будущее, она избрала совершенно другую сферу. Она сейчас занимается творчеством. и как она сама говорит, то есть раньше у меня была возможность завалить лося, то есть или, скажем так, сделать так, чтобы я за один раз в одном из контрактов заработал довольно много. И потом я долгое время трачу эти деньги, пытаясь найти каких-то других или новых животных, с помощью которых я смогу питаться дальше. Теперь то, что я делаю, приносит мне несопоставимо больше счастья, приносит мне меньший доход, но делаю я это с удовольствием и это более стабильно, нежели как то, что я делал раньше. Поэтому хороший вопрос здесь будет, если вы считаете деньги мерилом вашего счастья, то ситуация ровно наоборот. Ваше счастье является большим приоритетом, деньги действительно могут помочь вам решить многие проблемы, сделать вас довольными жизнью, но если бы вы могли, сколько бы денег вы бы хотели заплатить, если бы вы могли получить ситуацию совершеннейшего тотального счастья, при этом согласились ли бы вы с таким раскладом, вы бы зарабатывали несколько меньше, но при этом ваша удовлетворенность жизнью была бы выше. Я лично знаю несколько тяжело богатых людей, это слово одного из них, я тяжело богатый человек, он говорит, и я не знаю кому и как заплатить для того, чтобы я наконец-то просто вернул ту радость жизни, которая мне была знакома когда-то давно. И когда этот человек проучился у нас, он смог найти то, что он назвал некой негасимой свечой надежды и веры, которая теперь в нем поселилась и которая позволяет ему понимать, зачем он встает по утрам. Поэтому некое переосмысление успеха, того, что вы называете для себя успехом, очень важно соскочить с иглы общественного давления, которое мы все испытываем, того, как ты должен, сколько ты должен зарабатывать, на чем ты должен ездить и так далее. Возможность выбрать для себя оптимальную стратегию, это то, что спиральная динамика может позволить вам сделать, когда вы переосмысляете то, что вы называете успехом. Повторюсь, есть люди, которые всерьез действительно и это правда говорят об увеличении дохода. Иногда для того, чтобы сделать себя, придать своей жизни существенно больше удовлетворения, нужно увеличивать доход. И спиральная динамика поможет вам переосмыслить то, как вы это делаете и увеличить ваш доход. Но иногда бывает так, что вам нужно переосмыслить свой успех, то, что вы этим называете, и вы начинаете работать не там и не здесь. И люди действительно иногда и увольняются, и меняют свой профит деятельности, проходя по нашей программе, и получить существенно больше удовлетворения и успокоения, и все, что вы с этим связываете, оптимизировав тот доход, который вы получаете. И это тоже то, что у нас на курсе происходит. Спиральная динамика помогает сопровождать изменения. Вообще спиральная динамика про изменения. Она о том, как меняются люди и организации. И когда вы затеваете какие-то изменения внутри человеческой системы, внутри бизнеса, хорошо бы посмотреть на то, как отреагируют разные формы человека быть человеком, которые в спиральной динамике мы называем нашими цветными стадиями, уровнями, струнами, как они отреагируют на ваши попытки, чтобы это не было изменить. Очень подробная карта изменений содержится в книге о спиральной динамике. Мы очень подробно ее разбираем в течение 7 месяцев на курсе SD2, но совершенно невозможно к этому поступиться, если не пройти базовый курс на то, что SD1, то, что у нас будет скоро начнется integralspiral.com и увидеть то, как можно помочь, как это за руку провести бизнес по процессу изменений. Директора по изменениям, кстати, у меня была встреча с клубом директоров по изменениям, вот это была самая благодарная аудитория для спиральной динамики и остается. То есть люди, которые сопровождают службы, департаменты или всю компанию в целом по процессу трансформации говорят о том, что спиральная динамика это знание, которым владеть крайне обязательно. Без нее вы просто не увидите массу вопросов, которые чрезвычайно важно бывает отследить. Спиральная динамика даже в условиях современного хаотичного мира всерьез позволяет видеть дальше, чем сиюминутные события. Ну, в некотором смысле, как говоря о стадиях спиральной динамики, мы описываем некую общественную эволюцию. И сейчас в целом ряде стран, в том числе и в нашей стране, иногда возникает ощущение, что время движется вспять, словно бы мы снова оказались в той или иной степени средневековья. Но та самая негасимая свеча, которую я упомянул, возникает, когда вы понимаете, что это не может быть надолго, это не может быть подлинным здоровьем, это рано или поздно прекратится, это станет чем-то немыслимым, и эволюция делает шаги назад для того, чтобы сделать шаги вперед. И это знание становится совершенно очевидным, когда вы понимаете суть естества смены одной стадии другой, что эволюция идет назад для того, чтобы просто скорректировать дорогу, потому что становится понятно, что дальше с этими людьми, с этим руководством, с этим выбором стратегии мы далеко не пройдем. Поэтому с помощью спиральной динамики можно увидеть и начать готовиться к тому, что мир развернется ровно в том направлении, которое в контексте спиральной динамики видится следующим. То есть тот хаос, который есть сейчас был совершенно замечательно предсказан еще в 70-е года автором спиральной динамики и вот та его фраза, которую я часто начинаю любые процессы по преподаванию этой темы, что любое постоянство иллюзорно только изменения реально Клэр Грейвс сказал еще очень-очень давно. И сейчас мы отчетливо понимаем, что мир никогда не будет больше стабильным, он будет изменчивым, но изменчивым он стал именно потому, что он готовится и мы все вместе с ним вольно или невольно готовимся опираться на неопределенность. И знать это и понимать, как мы к этому пришли и находить в себе навыки и свойства, которые помогут вам на эту неопределенность опираться, это то, что позволяет вам стратегически планировать. Это то, как будет выглядеть общество буквально там через какое-то вполне предсказуемое время, и надежда, которая здесь у нас живет, позволяет это отчетливо как-то видеть и понимать, что против эволюции возраст, который, наверное, равен возрасту Вселенной, мы не попрем. Проектная целостность. У наша спиральная динамика Integral Spiral, это интегральная спиральная динамика, интегральный подход включает в себя не только стадии, но и так называемые квадранты. Мы говорим об четырех измерениях, четырех измерениях всего, с помощью некоторого взгляда, некоторой модели, в которую я сейчас реально не хочу погружаться, но по которой построен весь курс, которая по сути органично вплетается в ваше мировоззрение, вы сможете создать ситуацию, при которой вы не упустите ничего в том проекте, который вы занимаетесь. Например, вот эта тема с балансировкой объективного и субъективного, с отказом выбирать между стратегией и культурой, это часть подхода интегральной подлинной проектной целостности и видя то, каким образом вы фокусируете свое внимание, вы можете направить внимание туда, где вы его раньше не наблюдали и убедиться в том, что там есть чем заняться. Поэтому способность увидеть целостности то, чем вы заняты, это навык, который может стать одним из лекарств для того, чем вы занимаетесь. очень часто, работая с коммерческими организациями, мы начинаем с того, что налаживаем систему информирования между службами и подразделениями. Довольно часто люди буквально не знают и руководство испытывает такие существенные иллюзии, что если я сейчас в этом кабинете что-то подумал и подписал приказ, то сразу же вся компания как один начинает делать то, что было мною решено. История с выстраиванием коммуникации бывает линейной, то есть ну просто довели до сведения. Или вы можете понимать, что каждый раз в коммуникации присутствуют эти наши любимые стадии спиральной динамики. И тогда вы начинаете видеть, что именно в каком объеме вам доносить до людей, которые мыслят рационально, что и в каком объеме и в каком виде вам надо доносить людей, которые хотят в жизни стабильности и которым нужно все разложить по полочкам, что и в каком виде вам нужно доносить до людей, которые стремятся к человечности, к заботе, для которых очень важно выстроить такую душевную коммуникацию и когда вы видите что никакие ваши слова не будут поняты всеми людьми однозначно так как вы их понимаете вы начинаете об этом специально заботиться иногда это происходит через например баба в нескольких компаниях по меньшей мере в трех то есть в одной из них мы сами это сделали а это еще один из самых первых моих кейсов ставрополя а в другой компании в других двух значит мои ученики возникли в службе вы чар департаменте некие какие новые должности как бы ответственный человек за одну из стадии спиральной динамики то есть я отвечаю за фиолетовое качество жизни я отвечаю за красное качество жизни за спорт я не знаю за возможность проявить себя я отвечаю за синее качество жизни и так далее когда мы переосмысляем в таком виде переуплотняем человеческую культуру каждой новой стадии удается опереться на предыдущую и вы видите что те решения которые были раньше ну очень тяжело принимать потому что мы не доверяли друг другу например то есть на синим не было возможности никак договориться тот же самый злополучный kpi то есть если у нас нет ясных четких понятных и единых для всех прозрачных правил то никакого kpi у нас не выйдет а прозрачных правил у нас может не быть потому что мы знаем как кто относится к правилам и что для кого-то правило кто-то их выполняет а кто-то их вообще не выполняет и когда есть в компании самоуправство когда есть агрессия когда есть насилие когда есть некая там возможность одного человека унижать другого то никакие правила здесь инсталлировать не удастся и знать и нужно разбираться самого-самого начала и возможность посмотреть на это вот в такой многомерности создает условие что вы внимательно направив внимание к одной из стадий ее словно был уплотняете как она становится фундаментом на которые опираются другие и ваша корпоративная культура вдруг неожиданно начинает просить kpi потому что мы не можем больше работать так одинаково как все мы хотим чтобы я вкладываю больше чтобы я зарабатывал больше это вообще удивительная вещь когда мы внутри коммерческой культуры начинаем играть есть разные способы погрузить людей в ту или иную стадию спиральной динамики и насытившись например на красном они начинают требовать синего насытившись на правилах они начинают требовать оптимизации и это всегда удивляет и всегда это совершенно воспринимается как нечто ну как как словно бы на этика как будто жизнь подтверждает твои догадки и это приятно поэтому я предлагаю вам изучая спиральную динамику точно также удивляться в итоге каким образом удивительным образом то что не решалось раньше обо что люди бились лбами она не может не решаться на этом вашем любимом оранжевом уровне она будет решаться на предыдущих и способность туда намеренно сходить это знаковая значимая ценность и вернувшись уплотнив в свою корпоративную культуру вы обнаружите что люди уже давно просят чего-то такого нормального оранжевенького или зеленого в зависимости от того какие цели вы перед собой ставить вот эта история с тем когда сотрудники прячутся за своими компьютерами при виде начальника она получила интересное продолжение когда мы спрашивали потом у руководителей подразделений как вам работа с нашей командой много ну то есть мы слышим очень хорошо много что изменилось мы повысили эффективность вот у нас цифры все и один из руководителей пожилой такой мужчина горит а мне не понравилось почему меня не подготовили к возросшей активности сотрудников то есть раньше они прятались я об этом говорил они прятались за мониторами а сейчас значит я иду поэтому open space у они за полы пиджака меня хватают им все время что-то надо они ногой открывает дверь в мой кабинет никогда такого не было сейчас им все время что-то надо им все время им сказали можно можно было девизом нашей компании им сказали можно так надо значит мне теперь помогать с этим можно справляться возросшая активность людей это здоровье корпоративной культуры и эта активность она конечно будет разноплановой разнонаправленной и когда мы начинаем работать с коммерсантами мы все время людям говорим будьте готовы к тому что возросшая вовлеченность людей потребует от вас возросшего внимания и об этом говорят люди которые проходили наши программы и которые работают вместе с компаниями и которые тоже говорят о том что люди ну словно бы вот как лампочки включаются то есть когда ценности человека синхронизированные гармонизированный с ценностью компании людям реально начинает нравится делать то что они делают и у человека который счастлив на рабочем Счастливый человек меньше болеет, счастливый человек увлечен, счастливый человек неравнодушен, он все время что-то хочет, он хочет улучшать. И когда для него созданы все условия, предприниматель только успевает обрабатывать те идеи и те новых клиентов, новые подходы, которые люди действительно с радостью начинают предлагать. Да, и когда… Я тоже хочу рассказать один из эпизодов, объединив его, наверное, со следующим. А, нет, давайте сначала вот об этом все-таки поговорим. Понимаете, сейчас у людей очень много, ну, очень большой выбор. И в той или иной степени то, что вы делаете, может кто-то скопировать. И когда вы выставляете свою продукцию, упаковываете ее так, чтобы нравилось вам, это хорошая половина успеха. Но отследить то, каким образом ее видят люди, посмотреть глазами клиента на то, что вы делаете, это вторая половина успеха. Но при этом довольно часто, когда мы смотрим глазами клиента, мы на самом деле смотрим, опять же, своими глазами. Спиральная динамика дает возможность, просто, ну, особый навык менять фильтр восприятия. Представить себе, что если я имею совершенно другое мировоззрение. Как тогда выглядит та обувь, которую я продаю? Как тогда выглядят те услуги, которые я продаю? Как мне переформулировать их ценности, чтобы самый разный человек, которого я не считал своим клиентом, вдруг увидел в этом нечто по-настоящему значимое? Мы это называем резонансом с ценностями клиента. Мы говорим о сегментировании клиентов, исходя из возможных их ценностных предпочтений. И тогда разным сегментом ваших клиентов могут быть по-разному сформулированы те достоинства вашего продукта, которые вы представляете. В некотором смысле то, что происходит сейчас, это об этом. Потому что у нас было несколько форматов, при которых мы рассказывали о нашем продукте, о нашем курсе. Сейчас мы это делаем с предпринимательским языком. Мы это делали языком людей, которые стремятся найти призвание или получить самореализацию. Мы это делали языком людей, которые ищут духовной реализации. И в спиральной динамике мы можем говорить и об этом. Мы это делали языком людей, которые ищут новых связей и ищут возможность найти некое единодушие в том новом коллективе, который всегда образуется у нас на курсе. Сейчас мы это делаем бизнес-языком. И я уверен, что если вы посмотрите на ваши продукты, вы увидите, как можно их ввести в резонанс с ценностями вашего клиента, совершенно другого, и еще одного, и еще одного. Поэтому, как я уже сказал, это одно из упражнений у нас на курсе, на котором люди делают довольно много интереснейших открытий. Вот об этом хочу рассказать отдельно. Это тоже один из моих персональных кейсов. Это сеть парикмахерских салонов красоты. Руководителю этой сети салонов увиделось так, что было бы здорово, если бы люди, мастера, которые занимаются конкретной прической, укладкой, кроме того, чтобы брали деньги за свою работу, предлагали бы еще разного рода шампуни, средства за уход за волосами и так далее. И он их собрал, предложил им это делать, и за неделю не произошло вообще ничего. Он собрал их еще раз, опять ничего не произошло, он стал наблюдать за ними, и выяснилось, что они просто даже не вспоминают ни о каких шампунях, ни о каких дополнительных вещах, потому что он захотел понять, почему. Вот, и люди, на самом деле, ему толком не ответили, потому что, ну, босс распорядился продавать шампуни. Да ну его нафиг, мы не будем это делать. Но когда он случайно подслушал разговор, выяснилось, что они не делают это, потому что, и вот это поразительно, потому что они, их особенность, их суть, некое уважение к себе не предполагает, что мы тут кому-то что-то продаем. Мы, знаете ли, не на базаре, мы людям красиво делаем. Мы делаем так, чтобы вот пришла ко мне женщина, а ушла красавица. И я мастер, я делаю женщину красивой, и в этом я совершенно самодостаточен. Когда я буду потом еще, значит, с чем-то тут перед ней танцевать, я разрушу облик, я буду впаривать, я буду навязывать, я не хочу. Руководитель это услышал, и пытаясь решить эту проблему, то есть вот на этом этапе мы с ним общались в первый раз, и он назвал это совком, это совок не дает им продавать. Они не чувствуют себя вправе, они не совок. Ну, справедливости ради, надо сказать, что мастера, с которыми он работал, были женщинами такого возраста. И для того, чтобы... Ну, он говорит, я им все пообещал, я сделал такую систему, там существенно выросла бы их продажа. Они все время жалуются, что у них там зарплата низкая, им кажется, что можно больше. Вот я дал им возможность, а они ее не пользуются. Мы много чего сделали внутри этой компании, но о том, о чем я хочу рассказать, заключалось в следующем. В каждой из салонов была принята на работу заново взятый человек молодого возраста, с которым заранее мы разговаривали, и мы видели, что человек позиционирует себя не просто как мастер. А там было некое другое слово. Они говорили, я эксперт. Я не просто мастер, который делает красиво. Я эксперт по красоте. И когда я мастер, я забочусь только вот о том, что вот этот человек прямо сейчас пришел, и прямо сейчас я красиво ему сделал. Когда я эксперт, то у меня спрашивают, а как мне заботиться об этом дома? А как мне сделать так, чтобы волосы были там, не знаю, долго шелковистыми и рассыпчатыми? Как это вот? У меня нет волос. Я не знаю, как говорить о волосах правильно. Но эти женщины знали, молодые, и когда она ухаживает, то есть просто тем мастерам, которые работали в этих салонах, им нужен был образ, им нужен был образ того, как это делать, модели. Им нужно было увидеть, как это делать эффективно. И девушки стали говорить, смотрите, вот вы сейчас уйдете домой, вот у вас будет там вы раз в голову помоете, еще что-то. Но если вы будете делать это вот с этой помощью, то у вас сохранится вот такая же укладка и так далее. И они лучше нас с вами умеют об этом сказать. И когда стало видно и понятно, что к ним приходят еще и спрашивают, а что еще вы посоветуете? И когда стало понятно, сколько эти мастера-эксперты зарабатывают, мало-помалу другие женщины стали тоже, научившись этому языку, относиться к себе как к эксперту. Повышение самоуважения может происходить из-за смены самоидентификации. То есть каким образом, как я себя называю на рабочем месте. А самоидентификация складывается буквально из некого набора ценностей, которые у людей на рабочем месте имеются. Когда люди начинают уважать себя, любить себя, именно в этот момент ему начинает хотеться уважать своих клиентов. Не наоборот. Вы не заставите людей, которых вы, может быть, тоже там не больно-то и уважаете, уважать других, если они не уважают себя. Это очень значимая такая красная правда, которая в контексте спиральной динамики часто красная. Что такое красная? Это что-то ненужное такое. А в нашем смысле мы говорим, что красная – это про самоуважение. Поэтому эта тема совершенно замечательная и значимая. И с помощью спиральной динамики вы начинаете видеть, как в вашей конкретной ситуации вы можете сделать так, чтобы люди научились себя по-настоящему ценить. Ну и вот все это приводит в итоге к тому, что люди перестают беспокоиться, что люди делают свою работу с удовольствием. Люди увеличивают доход, люди оптимизируют доход, люди находят некую целостность и подлинность в своей работе. И им нравится делать то, что они делают. Их культура поддерживает. Что такое культура? Это то, что мы внутри часто не замечаем. Мы замечаем ее, когда мы сменяем культуру. Мы переходим в другую компанию, и тогда становится заметно, что культура в этой компании отличается от той, которая была раньше. Поэтому, имея взгляд, имея способности измерять даже. У нас есть система тестирования измерять свойства корпоративной культуры. Вот эта история дает вам возможность обеспечить оптимизацию того, что вы называете своим бизнесом. И у нас скоро начинается наше путешествие длиной в 10 недель. Мы вас на нее приглашаем. Это будет, ну, правда, интереснейшая такая дорога, которая всегда создает условия для того, чтобы вы чего-то новое поняли о том, чем вы занимаетесь. Мы в этот раз это назвали целостным мировоззрением современного человека, потому что, когда мы спрашиваем участников программ о том, что это для вас, чем это для вас стало, люди говорят, теперь я вижу мир словно бы гораздо более целостнее, чем раньше. Поэтому, обретая целостное мировоззрение, вы видите больше, чувствуете тоньше, вам удается разглядеть и понять глубже то, что для вас становится важным и значимым. У нас есть особая структура. Я знаю, что лидер проекта, наша Ольга Назарова, хотела присоединиться где-то на каком-то из этих этапов к нашему разговору. И если, Ольга, вы меня сейчас слышите, то включайте микрофон, потому что сейчас, наверное, самое время. Алло. Да, я здесь. Да. Да, Ольга, да, здравствуйте. То есть у нас есть структура всех тех встреч, которые мы проводим. Да, если что, Ольга, дополняйте. Хорошо. У нас, конечно же, есть много теорий и суть концепции изложена самым подробным образом. У нас есть на каждую, поскольку это интегральная спиральная динамика, мы на каждую стадию говорим и с объективной, и с субъективной стороны. То есть есть то, на что опереться и в культуре, и в структуре. Мы даем примеры, множество примеров самых разных культур, которые были у человечества, которые мы создаем сегодня сами. Мы рассказываем о том, как мир выглядит с каждой конкретной стадии. И вы это узнаете в себе, вы узнаете это в людях, с которыми вы взаимодействуете. Соответственно, то, каким образом стадия выстроена логически, и то, как она взаимодействует с другими стадиями, и то, из чего она, словно говоря, состоит, какие ценности она рождает, на нашем курсе подробнейшим образом описаны. Мы говорим, более того, мы говорим о мужском и о женском, потому что для нас мы проживаем эти формы по-разному. Мы выстраиваем их, скажем, есть гипотеза о том, что для женщин фиолетовая, синяя, зеленая и бирюзовая стадии более значимы, скажем так, а для мужчин бежевая, красная, оранжевая и желтая. Но мы проживаем все стадии последовательно, и есть что отметить в контексте мужественности и женственности, и взаимоотношений мужчины с женщиной в контексте каждой из стадий. И у каждой формы человечности есть свои болячки, свои патологии, свои нездоровые формы. Мы тоже их рассматриваем, и они у нас на каждой стадии присутствуют. И поскольку я писатель, для меня чрезвычайно важно сделать так, что то, что касается ценностей, по-настоящему трогало бы людей. И я рассказываю истории, иногда становится понятным, вот вся структура, которая подробнейшим образом описана, расцветает, когда вы видите это на конкретном примере через реальную жизненную ситуацию. Я рассказываю о своей жизни, о своих родителях, о своих знакомых, о своих друзьях, о разных исторических личностях через призму той стадии, которую мы каждый раз рассматриваем. Одна неделя, одна стадия у нас. Итого, то есть у нас на курсе будут лекции, будут чат, в котором вы общаетесь. Мы особым образом заботимся, и это вот Ольгина заслуга, то есть это по-настоящему люди очень часто отмечают, что я чувствовал здесь у вас как никогда комфортно, потому что была атмосфера доверия и безопасности. Поэтому мы этим по праву гордимся. На каждой стадии есть практика, есть обязательные для сертификата и необязательные упражнения, по 10 упражнений на каждой стадии. У нас есть живые вопросы и ответы. Это прямой эфир, когда вы можете задавать вопросы, получать ответы, думать о них все вместе. Это для меня самая ценная тема. То есть я всегда жду этих встреч с нетерпением и знаю, что они будут на этот раз тоже получат свое какое-то совершенно новое свойство. У нас есть дополнительные спикеры, о них отдельный будет слайд. То есть люди, известные вам, будут у нас на курсе рассказывать о том, как они понимают те или иные формы практики эволюционного мышления. Поэтому, пожалуйста, вы можете увидеть это и от их лица тоже. Мастер-майнды, супервизии – это способы практиковать уже. То есть те знания, которые вы получили, вы сможете на практике применить. И посмотреть на какие-то кейсы, коммерческие кейсы, личные кейсы, посмотреть через те призмы, которые вы уже смогли освоить. У нас будет персональное сопровождение для максимального пакета. То есть те, кто приобретает максимальный пакет, у вас будет персональный человек, который проведет вас… То есть у вас будет пять встреч с человеком, который изучал спиральную динамику, часто это психолог или коуч, который поможет вам спозиционироваться на ваших индивидуальных задачах и сделать так, чтобы вам было еще полезнее осваивать эту тему. У нас есть сертификат, который я видел на стене в таких кабинетах достаточно высоких. То есть люди гордятся тем, что проходили у нас обучение. И это тоже очень приятно и становится каким-то неким для вас тоже статусным достижением и возможностью этим гордиться. Будет удостоверение государственного образца. Если вам нужно повышение квалификации, это стоит чуть-чуть дополнительно. Но если вам нужно удостоверение государственного образца, мы вам его предоставим. Ну и, конечно же, масса новых знаний, связей. Люди начинают делать вместе какие-то новые проекты. Массу энергии, инсайтов – это то, что постоянно происходит, то, что не может не радовать, и мы этим тоже гордимся. Анатолий, я хотела бы добавить еще, наверное, те вопросы, которые участники иногда пишут в личку, задают. И они касаются, во-первых, темы, что есть ли есть еще дополнительное обучение, справлюсь ли я, не справлюсь, то есть по объему часов, да, сколько времени занимает домашнее задание. И здесь мне хотелось бы внести уточнение, что на каждой стадии, то есть каждая стадия идет ровно неделю, и те домашние задания, которые вам даются, Анатолий уже сказал, что для сертификации требуется четыре основных домашних задания, чтобы были выполнены. И если вы будете еще глубже погружаться и исследовать, вы можете там в дополнительное время, А в целом где-то два-два с половиной часа в неделю на домашние задания вам нужно будет выделить. И что особенно мне хотелось бы сказать, что изучение на нашем курсе спиральной динамики, когда вы погружаете в каждую стадию себя, то та сфера жизни или тот запрос, с которым вы приходите к нам на курс, во-первых, это будет очень здорово, если вы зададитесь уже перед началом курса, но я думаю, что то первое занятие, которое будет у нас, Анатолий вас ориентирует. Обязательно. Но тем не менее, да, то есть вы задаете какой-то себе такой запрос, с которым начинаете идти по этому курсу, и пропуская его через призму каждой стадии спиральной динамики, оно будет усиливать. И иногда те обучения, которые идут, не знаю, часто это тоже бывает, и повышение квалификации, особенно если это коучи, то это все, я не знаю, в 10 раз оно усиливает, оно раскрывает в той теме, с которой вы зайдете на курс, и это правда. И переживать о том, что вы что-то там не успеете, вы возьмете ровно столько, сколько сможете взять. Вот это точно, это однозначно. И Ольга вот здесь спрашивает, можно ли будет послушать записи. Да, то есть запись уже есть, и вы будете слушать, а на вопросах и ответах мы будем более конкретизировать. То есть, например, может быть у вас есть какой-то запрос, да, и вам захочется задать Анатолию вопрос, как это будет разворачиваться, да, например, в бежевой или фиолетовой, или в красной стадии по спиральной динамике. И здесь вот такие уже точечные вопросы будут помогать вам все больше и больше осознавать, как это может лично вам помочь. Если вы, например, не можете участвовать лично, ну, на таких встречах живых с Анатолием, то, как правило, мы собираем, контейнируем эти вопросы, и на встрече вопроса и ответы Анатолий отвечает. А в записи вы всегда можете услышать свой вопрос и получить на него ответ. У нас, кстати, есть шикарный вопрос от Олега в комментариях. Вот как раз как обращик того, что у нас происходит на вопросах и ответах. У нас происходит вот это самое между нами. Когда возникает связь, когда возникает глаза в глаза личная такая очень душевная коммуникация. Вот Олег пишет. Вопрос по личному профессиональному выгоранию собственника на оранжевом, с последующими перекосами в обе крайности зеленого. Уйдя из своего бизнеса, оставив большую компанию-партнеру, возникло желание оздоровить звучание своей оранжевой струны, но ее ценность уже не мотивирует. Как обрести новый смысл для построения нового бизнеса? Смотрите, вы уже много раз, несколько раз переходили с одной стадии на другую. И наверняка, если человек воспринимает, скажем, основные цели и ценности своей жизни в контексте зеленого, в контексте духовного развития, в контексте служения обществу или еще чего бы то ни было, то да, здесь основной центр тяжести и здесь хочется жить. Но когда-то вы были на оранжевом. Для того, чтобы вам быть на оранжевом, когда-то вы были на синим. И на оранжевом вам тоже, наверное, синий не больно-то хотелось возвращаться. А еще вам не хотелось возвращаться в красный, а еще вам не хотелось возвращаться в фиолетовый. Но и то, и другое, и третье все равно живо в вас. Так или иначе, вы умеете и по красному нажать, когда надо, и по синему разложить по полочкам, и по оранжевому выстроить эффективность. Если сейчас у вас возникает некая зеленая история, зеленые ценности, или там у человека, я не очень понял о себе, Олег спрашивает, или о ком-то, то шикарной историей и как бы целью было бы выбор настоящей зеленой цели, выбор цели, связанной со служением обществом, или со служением каким-то формам, я не знаю, там, духовной жизни, или чего-то связанного с привнесением, не знаю, совершенно нового взгляда на любящий, там, мир, взаимоотношения с клиентами, все что угодно, и поставить бизнес в услужение этой цели. Точно так же, как вы поставили свои синие формы в услужение бизнесу когда-то, свои красные формы в услужении, тоже этому же самому бизнесу. Сейчас имеет смысл перевыстроить свои ценности так, чтобы то, что вы уже умеете, служило тому, что теперь составляет новую суть вашего нового себя. Если вам хочется построить так, чтобы вокруг вас был зеленый мир, найдите в нем шикарную цель. Постройте ашрам в Индии, там, я не знаю, если для вас это зеленый. Или построите центр для развития молодежи, там, или какую-нибудь там историю с оживлением городов, или нам помогите, например. То есть создайте для нас, например, какую-то замечательную среду, в которой люди... Мы давно думаем о клубе, например. То есть нам действительно была бы очень полезна поддержка предпринимателя, который может составить существенную помощь нам, как составить совет попечительского совета, или вместе с нами придумать вообще вот эту историю, как создавать новую пострациональную культуру. И я сейчас, поверьте, не навязываюсь. Просто найдите возможность поставить свой оранжевый в услужение зеленого. И тогда вам не нужно будет в него возвращаться. Вы там есть. Точно так же, как вы есть и в синем, и в красном, и в фиолетовом, и в всем угодно. Просто у вас может появиться значимая цель, которая будет греть вас. И деньги, и бизнес, и ваше рациональное мышление станут не целью, а средством. То есть, на мой взгляд, это было бы совершенно замечательно выстроить. Однажды я рассказывал тоже о бирюзовых организациях. В Санкт-Петербурге была лекция, и ко мне подошла дама. И там был тезис такой, что у живых организаций есть некая внешняя цель. То есть у них всегда есть что-то, ради чего им нужны деньги. Деньги не являются для них, они заботятся о них, они заботятся об их эффективности, но деньги не являются для них центральной темой. Мы говорим именно о более сложной форме бизнеса, как Фредерик Лалу описал их и так далее. Я говорил, что у них всегда есть некая эволюционная цель. И ко мне подходит женщина и говорит, а какая у нас эволюционная цель? Мы делаем специфическую какую-то химию для промышленности. Вот у нас есть подразделение, то есть наша компания, и мы занимаемся химикатами. То есть и у нас их покупают, но как нам, какую нам эволюционную цель выбрать? Потому что у нас ее как будто и нет. Говорю, ну а зачем она должна быть у вас, проистекать непосредственно из вашей темы? Вы разрабатываете то, что помогает более крупным компаниям решать свои задачи. Посмотрите на город, в котором вы живете, на природу, которая его окружает. Выберите реку, не знаю, часть денег, которые у вас есть, направьте на то, чтобы ее почистить. Или выберите музыкальный фестиваль. То есть найдите музыкантов, которые вот нищие, они там не знают, как концы с концами свести. А вам нравится их музыка, и сделайте так, чтобы они гремели по всему свету. Найдите возможность развернуть что-то, что было бы для вас зеленой целью. И тогда бизнес станет, естественно, в свой ряд. Удалось ли мне что-то такое, как бы, вам развернуть, или это, ну, имеет ли для вас это смысл? То есть вот в таком формате мы взаимодействуем на встречах вопросы-ответы. Да, Ольга? Я хотела бы усилить, просто у нас есть еще встречи в формате супервизии, где те люди, которые приходят на курс, они могут предлагать свой кейс, и эти кейсы будут разбираться на супервизии. От того, что вы получаете пользу, понимание, и того, как работает спиральная динамика, вы решаете еще свой запрос в рамках этой встречи. Вот, поэтому бесценно. Вот, у нас замечательные эксперты. У нас Александр Штин, Юлия и Светлана, те люди, которые этот проект завели на этот курс. Совершенно замечательно. Так, что еще нам надо сказать? У нас есть отзывы, обязательно посмотрите. Таня Мужицкая, Вадим Демчук. Много теплых слов говорят о нашей работе, и это правда. Мы любим, нам нравится делать то, что мы делаем, и нам нравится, когда люди хорошо об этом отзываются. Пожалуйста, обратите на это внимание. Вот спикеры, которые будут у нас в этом году на курсе. Среди них есть отечественные, есть иностранные. То есть Таня Мужицкая – это ярчайшая личность, человек, которым я… один из моих учителей. Филипп Гузенюк – это один из самых высокооплачиваемых консультантов в России, который тоже использует спиральную динамику, интегральный подход. Питер Мэри – человек, создавший одно из, может быть, вообще крупнейшее в мире интегральное сообщество в своем университете. Рис Фотис – это автор одной из новых книг, которые пока еще не переведены на русский язык о спиральной динамике. Наш коллега, наш партнер. Шикарнейшей совершенно была у него встреча, и вы сможете с его помощью увидеть для себя именно в бизнесовом формате, как можно применять спиральную динамику. Аук Ван Нибвеген – это специалист, человек из Голландии, человек, с которым я связываю, по сути, будущее спиральной динамики, потому что Дон Бекк и Крис Коуэн уже не с нами. Аук Ван Нибвеген и Джон Фриман создали новую институцию. Вместе с семьей Дона Бека они продолжают развивать эту тему, и я тоже выношу в эту институцию посильный вклад. Билл Торберт – человек, который имеет собственную спиральную динамику, то есть у него есть собственная модель, которая называется вертикальное лидерство, если я не ошибаюсь. Она очень пересекается с моделью Сюзанны Кугройтера. Сюзанна Кугройтер. И это умнейший человек, и тоже совершенно замечательная с ним беседа. Александр Шталь, Ольга уже упоминала, глубочайший и интереснейший человек, который может сделать что-то для вас ценное именно в контексте духовного аспекта или в формате такой особой свободы мышления, которая у него присутствует. А Марка Кукушкина наверняка вы тоже знаете. То есть это человек, который, по сути, создал условия для того, чтобы в России вообще возникла такая профессия, как бизнес-консультант и тренер. И это было еще 20 лет назад. И Марк, я его упоминал, его слова о том, что спиральная динамика, по сути, является одним из де-факто стандартов при анализе бизнеса. И он любит и уважает нашу работу, мы с ним партнеры, тоже будет он у нас на курсе. Вы можете взять индивидуальное сопровождение прохождения курса со мной. Это дорого, но это всегда масса совершенно уникальных индивидуальных идей, которые у нас возникают. Возможность и партнерства, и возможность погрузиться в эту тему. Знаете, спиральная динамика такая вещь, которая прорастает. Она ветвится внутри. И чем дольше вы ей занимаетесь, тем глубже она на самом деле подсвечивает много самых разных тем. Я занимаюсь спиральной динамикой 15 лет. Мне есть что сказать по этой теме. И не всегда на курсе удается настроиться на конкретного участника. Когда у нас будет возможность с вами индивидуально встречаться, я смогу подсветить какие-то вещи, которые будут для вас, я уверен, весьма полезны. Поэтому обратите внимание на возможность пройти курс вместе со мной рука об руку. Так, подарки у нас есть. Сегодня до вечера, завтра и послезавтра тем, кто вот этот промо-код применит, будет скидка 10%. Только в эти три дня. Правильно я говорю, Ольга? Все так? Да, все так, все верно. Да, там нужно будет, необходимо будет вынести этот промо-код на страничке оплаты. Знаете ли вы промо-код и нажимаете, вносите туда промо-код, сумма пересчитывается и вы получаете новую стоимость. И если говорить по оплате, то как в платежных системах есть возможности рассрочки, так мы делаем и внутреннюю рассрочку. То есть если человеку это необходимо. При оформлении заказа есть поле ввести промо-код. Вот, вы туда пишете бизнес 10 и сумма пересчитывается в минус 10% для вас. Но это только вот эти три дня. И тем, кто покупает максимальный пакет, мы дарим исследование ValueMatch. Это как раз работа Аука Ванни Мвегана из Голландии. Это самый лучший тест по спиральной динамике. Самый правдивый тест по спиральной динамике из всех мне известно. То есть вы сможете его пройти, получить три профиля. Индивидуальный профиль ценностей, профиль изменений. То есть он покажет, на каком этапе изменений вы находитесь. И как раз вот эту замечательную историю взаимосвязи, взаимодействия структуры и культуры. То есть как структура вашей компании, соответствует ли она той культуре, которая в ней присутствует. И как происходят изменения в этих областях. Поэтому замечательный совершенно опросник по ValueMatch для тех, кто выбирает максимальный пакет. Для тех, кто хочет освоить спиральную динамику по полной. Поэтому, пожалуйста, включайте. И в этом случае Митя Коуч тоже будет в помощь более подробно разобрать. Я думаю, что если вы выберете индивидуальное прохождение со мной, мы вам тоже ValueMatch подарим. То есть это, пожалуйста, это Welcome. Вот. Есть ли вопросы, друзья? Внимательно вас слушаем. Есть ли у нас еще вопросы? Анатолий, я хотела бы еще сказать, что 15 ноября у нас старт. И мы приглашаем всех на открытое первое занятие. То есть если у кого-то остаются сомнения, то вы можете прийти к нам 15 ноября. Мы сделаем ссылку на страничку, где вы сможете зарегистрироваться. И мы отправим вам ссылку в день нашей встречи. Самая первая встреча открытая для всех. Приглашайте своих друзей и знакомых. Да. И более того, мне хотелось бы такую маленькую интригу. В этом году вы будете, вот те, кто придут на этот выпуск, у нас будет десятый. Да-да-да, у нас будет сюрприз. И у нас, да, будет сюрприз. Это пока такая небольшая интрига. Но на первом занятии мы обязательно озвучим. Возможно, это будет самый громкий курс. И его участники могут прославиться весьма и весьма. Потому что мы будем делать нечто, что создаст, возможно, по нашим усилиям ситуацию, при которой о том, что вы учились у нас и о том, что вы получили у нас, узнает очень много людей. Если вы захотите. Поэтому, пожалуйста, мы будем пиарить своих участников, потому что они стоят того, чтобы их пиарить. Потому что они будут обладать знаниями, способными действительно менять этот мир и создавать для коммерческих, некоммерческих, самых разных организаций большую пользу. Поэтому эта история будет обязательно с нами и с вами в этом случае. Поэтому приходите, если хотите стать еще и знаменитыми тоже. Да, приглашаю. Окей. Все. Друзья, сейчас смотрим, есть ли новые вопросы. Новых вопросов нет. Олег, которому я рассказал, пытался ответить на ваш вопрос, написал «благодарю». Олег, спасибо. Приходите к нам учиться. Будет много самых разных интересных возможностей. И будет много людей, которые мыслят синхронно и которые мыслят широко и глубоко. Ничего важнее этого я не знаю. Как возможность с другими людьми, роскошная возможность синхронизироваться с мыслящими, чувствующими, ответственными, живыми, предпринимающими людьми и сделать с ними что-то вместе. Спасибо большое. Друзья, пишите павличку мне, я подробно отвечу на все ваши вопросы. IntegralSpiral.com. Три дня действует скидка. Если нужна какая-то помощь, поддержка, вопросы, пожалуйста, Ольга самым лучшим образом вам на все ответит. Приходите, ждем вас. До свидания. Увидимся на курсе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok